Здравствуйте! Это «Конспирито» — онлайн-лекторий о классической музыке с концертами. Сегодня мы будем говорить про одну из самых значимых работ в истории фортепианной музыки. Это легендарная си-минорная соната «Листа», которую сыграет Алексей Мельников. Представьте, что вы пришли на концерт международной суперзвезды, легендарного пианиста. Вы еле-еле достали билеты. Приезд этого кумира всех континентов в ваш город — большое везение. Вы приходите в зал, наэлектризованный ожиданием, полный возбужденно переговаривающейся публики. Томительное предчувствие — все взоры устремлены на сцену. На ней только фортепиано, единоличное присутствие которого на концертной эстраде подчеркивает уникальность человека, которому предстоит за него сесть. Разумеется, весь вечер в программе будут только фортепианные произведения соло и ничего больше. Они подобраны таким образом, чтобы с одной стороны сразить вас наповал ошеломительной виртуозностью, но вместе с тем складываться в глубокое, цельное высказывание. С небольшим опозданием появляется солист. Он ведет себя, как человек, словно бы вознесенный над толпой. В самой его внешности есть что-то таинственное и необыкновенное, не принадлежащее повседневности. Его образ — это не только безукоризненная игра. Это и продуманный сценический облик, начиная от манеры выходить на сцену и кончая костюмом и прической. Орел небрежности и притягательности в том, как он движется и ведет себя. Часть его портрета — и тянущийся за ним шлейф слухов, которые касаются его экстравагантного образа жизни, смелых политических убеждений, любовных драм и оригинальных духовных увлечений. Публика ведет себя тихо, словно в храме. Люди жадно ловят каждый жест, каждый кивок, каждое движение артиста. Не только его игра, но сама близость его физического присутствия кажется необыкновенным и трансформирующим опытом. Этот человек словно на связи с чем-то божественным. Весь этот образ, обставленный таким образом ритуал концерта и вообще такое понимание фигуры художника, как может показаться, существовали в культуре всегда. Они настолько укоренены в нашем сознании, что для многих людей концерт такого типа и музыкант, выглядящий таким образом, синонимичны понятию классическая музыка как таковому. Меж тем, на самом деле мы обязаны всем этим абсолютно определенной эпохе и ее героям. Это эпоха романтизма, сметенный и поэтический XIX век. Никола Паганини, изобретатель самого феномена инструментальной виртуозности, и Паганини от фортепиано. Великий Ференс Лист, наш сегодняшний герой. На наших лекциях мы обсуждали уже музыку Ференца Листа, человека сенсации, первой поп- или даже рок-звезды в истории культуры. За свою довольно длинную жизнь Лист прожил свыше 70 лет. Он пережил личную и композиторскую эволюцию, которую можно назвать абсолютно уникальной. Он начал как экстравагантный сверхвиртуоз, идол, обезумевший от восторга толпы, готовый носить его на руках или разорвать его на клочки. В течение десятка лет дававший по 3-4 концерта в неделю в европейских странах России и Турции. В течение десятилетия концертной жизни Лист создал музыкантский тип и артистический феномен, к которому так или иначе будут подключены на протяжении следующих лет любые музыканты, обращающиеся к романтическому репертуару. Именно Лист ввел в употребление все атрибуты пианистической виртуозности. Пересобрал и заново сформулировал лексикон фортепианной музыки, а заодно изобрел привычную нам сегодня структуру концерта и программы, элементы имиджа артиста и даже механизмы пиара. В 1847 году, в 35 лет, Лист принял решение оставить жизнь пианиста-концертанта. Его титаническая, полная огня и полета, во всем доходившая до предела, игра разрушила старый мир пианизма, изысканный, галантный, хрупкий, приятный во всех отношениях. Он заработал больше, чем мог потратить за несколько жизней, заработав репутацию одновременно иконы фортепианного искусства и неиспровергателя основ. Устав от листомании, помешательства на собственной личности, захлестнувшем всю Европу в 40-е годы XIX века, он принял решение осесть в Веймаре, где в течение 12 следующих лет посвящал себя композиторству и дирижированию. Лист был человеком феноменального магнетизма, остроумным, сильным и харизматичным. Он никогда не был женат, а две главных любовных истории его жизни были связаны с неординарными и решительными женщинами. Обе они были выданы замуж в юности, и позже, оставив своих супругов и выбрав быть с Ференцем Листом, совершили большой и непростой шаг, не боясь общественного осуждения. Это, во-первых, писательница Мари Дагу, мать троих детей Листа, а также большая любовь второй половины его жизни, польская аристократка Каролина Витгенштейн. В начале 60-х годов, когда Листу было около 50, он потерял двоих взрослых детей, 26-летнюю дочь и 20-летнего сына. Идея посвятить свою жизнь религии впервые пришла к нему еще за 30 лет до этого, в Париже. Однако тогда Листа удержала от этого шага мать. Теперь же, переживая потерю, а также глубокий внутренний кризис, результатом которого стало перерождение его личности, Лист перебрался в Рим, где начал подготовку к получению духовного сана. В Вечном городе он жил в монастыре, довольно аскетической жизнью. На то, чтобы стать аббатом, у Листа ушло несколько лет. Закономерно, что в это время Листа интересуют духовные жанры. Стихийное сверкание его музыки перерождается в торжественную возвышенность. Она приобретает сдержанность и лаконизм. В конце жизни Лист был не только композитором-бизионером, но и важной общественной фигурой, одним из основателей, символом и талисманом Будапештской музыкальной академии, филантропом, жертвовавшим на благотворительность, например, поддержку бедных или восстановление церквей, астрономические суммы, и занимавшимся со всеми своими студентами бесплатно. Лист умер от пневмонии в Байройте. Единственная оставшаяся в живых его средняя дочь Казима занималась там организацией очередного фестиваля музыки своего звездного мужа Рихарда Вагнера. На момент смерти Листу было 74 года. Сегодня мы будем обсуждать листовскую фортепианную сонату «Си минор». Опус абсолютно революционный и этапный для истории жанра, очень значимый для Листа и связанный со всеми важными в его творчестве темами. Это, во-первых, мотив Фауста и Мефистофеля, восходящий к немецкой народной культуре, Гёте, к темному листовскому началу, его поганиниевскому гену и вообще романтическому увлечению разной дьявольщиной. Это и религиозный мотив, важнейшая для Листа тема искупления, спасения и света, который может даровать человеку христианская вера. Это и то, что принято называть романтическим конфликтом, катастрофическое столкновение двух миров, агрессивного атакующего зла и безумного порыва к свету. Это и поиск в области формы, потому что си минорная соната Листа возвышается над довольно долгой к моменту её написания истории и жанра как абсолютно уникальный феномен. Она завершает полувековую историю фортепианной сонаты, полностью разрушив её старую логику. Вместе с тем на её руинах возникает новая, поразительно сложная и очень красивая архитектура. Именно такая переродившаяся форма сделает возможными эксперименты зрелого романтизма, замысловатейшие по устройству симфонические части Густава Малера или футуристические фортепианные сонаты Александра Скрябина. Как мы помним, после долгих лет жизни странствующего гастролёра Лист, кстати, по настоянию своей возлюбленной Каролины Витгенштейн, решился вести оседлую жизнь в немецком Веймаре, городе в Тюрингии, который привлекал Листа своей шикарной культурной родословной. Именно здесь полувеком ранее были написаны Фауст Гёте и Мария Стюарт Шиллера. Кроме того, в Веймаре существовала возможность для ведения светской жизни. Там жила сестра русского императора Александра I, княгиня Мария Павловна, любившая искусство, окружавшая себя художниками и с удовольствием пополнявшая городскую библиотеку. Именно там, на рубеже 40-х и 50-х годов, появилась Си-минорная соната. Рукопись датирована 1853 годом, но она сочинялась в течение нескольких лет перед этим. Соната посвящена Роберту Шуману, ответный жест на посвящение Шуманам Листу, восхитительной домажорной фантазии. Примечательно, что Клара Шуман, жена Роберта и единственная пианистка 19 века, по значимости могущая тягаться с Листом, сонату, посвященную своему мужу, не полюбила, не поняла и не оценила. Эта странная, на первый взгляд, художественная глухота легко объяснима. Музыкант с сильнейшим классическим геном, игравшая Баха и Скарлатти, Клара была носительницей старинной, утонченной аристократической традиции. Лист с его пианизмом избытка пределов и контрастов казался Кларе виновником заката классической фортепианной традиции как таковой. Грандиозность этой сонаты, сложность ее формы и по сей день ставящие исследователей в тупик, колоссальное эмоциональное напряжение, крайности, запутанность смыслов, многозначность — все это, вероятнее всего, казалось Кларе еще одним пугающим подтверждением конца прекрасной эпохи. Во многом критики, видевшие в фигуре и музыке Листа гибель классической культуры, оказались правы. Мы сказали уже, что работа эта возводит монумент старому доброму сонатному жанру и вместе с тем стирает его в порошок. Так происходит потому, что вместо стандартного сонатного цикла трех- или четырехчастного, кристаллизованного в начале XIX века Бетховеном, листовская соната представляет собой одну получасовую неделимую часть. Вместе с тем, в исполинской этой одночасной структуре можно усмотреть очертания четырех частей стандартного сонатного цикла, следующих друг за другом без перерыва и вживленных в логику одночасной работы. В типичном случае амплуа частей распределялись так. Это развернутая, драматичная, интенсивная первая часть, медленная вторая в лирическом или медитативном ключе, быстрая причудливая третья и энергичный масштабный финал. Если же мы посмотрим на строение одной первой части такого цикла, то увидим, что она, в свою очередь, состоит из трех разделов, которые многократно обсуждались и назывались нами на наших лекциях. Вспомним их еще раз. Это экспозиция, где происходит изложение двух тем, их противопоставление, затем разработка, где они растут, сталкиваются и конфликтно развиваются, и реприза, где они приходят к согласию после борьбы. Если мы посмотрим на структуру си минорной сонаты Листа, то увидим, что перед нами страннейшая амбивалентная форма. Логика целого, то есть классической сонаты в четырех частях, как бы наложена в ней на структуру только первой части с ее тремя разделами. Макро- и микроуровни музыкальной архитектуры как бы сведены в ней воедино, как в голографической картинке, где в зависимости от угла зрения можно рассмотреть то одно, то другое. Но и это еще не все. Полчаса незабываемой музыки выведены листом из трех исходных мотивов, которые занимают первые 40 секунд звучания сонаты или ее первые 17 тактов. Самые разные темы от дьявольских до божественных и от тревожных до сладчайших образованы из трех этих мотивных клеток. Такой прием называется монотематизмом. Зачем это нужно листу? Таким образом, всему материалу сонаты сообщается глубокое генетическое единство. Подобно живому телу, развивающемуся из эмбриона, огромная соната листа во всей своей невероятной сложности представляет собой цельный, неделимый организм. Наконец, самый сложный вопрос. О чем эта музыка? Дело в том, что за 180 лет о сонате были сказаны и написаны буквально миллионы слов. От истории о Фаусте и Мефистофеле до сюжета об изгнании людей из рая. От Гёте до Мильтона. От автобиографической истории до обобщенного высказывания о схватке человеческой души с ее личными бесами. В сонате усматривали все. Мы сосредоточимся на самом абстрактном сюжете, поскольку чудо и мощь музыки листа в том, что она оперирует чистыми образами, а не более частными, узкими идеями. Соната начинается совершенно уникально, выписанной тишиной, паузами, в которых чуть слышно произносятся на фортепиано две отрывистые, негромкие ноты соль. Невероятно простое на первый взгляд это начало — настоящий черный квадрат по многозначности и загадочности. Лишенные ритмической или тональной определенности, ни к чему пока не отнесенные, помещенные абсолютно вне действия или контекста, эти ноты воспринимаются не как музыкальный звук, но как шум, род стука или звуковая вещь в себе, которая как бы существует помимо нашего восприятия. Про две эти ноты мы пока можем сказать лишь, что они есть. Пианисту, особенно в концертной ситуации, очень важно начать сонату так, чтобы слушатель ощутил не случайность, значимость и некоторую пугающую силу двух этих нот. В одном из своих интервью Святослав Рихтер рассказывал, например, о том, как он поступал для того, чтобы дать слушателю понять эту дискомфортность и аномальность начала сонаты листа, сделать так, чтобы ноты эти ощущались, цитирую, как удары судьбы. По его словам, выходя на эстраду, он садился за инструмент и долго, очень долго, так что публика в зале почти начинала паниковать, выжидал на электризованную паузу перед двумя этими нотами. Соната открывается тремя важнейшими мотивами, о которых мы уже упоминали. Первый начинается с двух стучащих нот, после которых звучит нисходящая гамма. Гамма — это довольно экзотическая, она находится вне двух привычных для музыки XIX века звуковых систем мажора и минора. Они называются ладами. Помимо мажора и минора, в церковной, старинной, например, музыке существовало множество других ладов. Некоторые ознобы, странное, зловещее ощущение, которое вызывает эта нисходящая гамма, связано с тем, что она принадлежит одному из таких древних ладов, фригийскому. Любопытно, что когда эта нисходящая гамма проводится во второй раз, она утрачивает свою фригийскость, зато приобретает другую интонацию, характерную, знойную, цыганскую. Послушайте разницу между звучанием двух гамм, которые открывают сонат. Один из апокрифов о си-минорной сонате Листа, работе, окруженной огромным количеством мифологии, гласит, что этот начальный мотив с двумя стуками и двумя нисходящими гаммами представляет собой звуковой автопортрет ее создателя. Как мы помним, фригийский лад связан со сферой церковного. Таким образом, сопоставляя две эти гаммы, Лист как бы говорит нам о том, что одна его половина монах, а другая цыган. Субтитры создавал DimaTorzok Затем звучит второй мотив, изломанный и тревожный, с выстреливающим вверх и затем кубарем, катящимся вниз движением. И, наконец, третий, самый страшный, с инфернальным хохотом. Дальнейшее развитие, в котором отлично слышны исходные мотивы приводят нас к главной партии сонаты. В свою очередь, она сделана из одновременно проведенных второго и третьего мотивов. Это взвинченная вихревая тема, единственная в сонате, которая не претерпит никаких серьезных изменений. Почему? Попробуем найти ответ позже. Не пропустите леденящий момент, где в басу страшно лязгает мотив номер один на фоне лихорадочной пульсации. Музыка Вдруг среди всего этого шабаша мы созерцаем видение, овеянное светом плывет новая тема, помеченная автором при первом проведении словом «грандиозо». По поводу функции этой темы в форме есть разные мнения, поэтому для простоты в дальнейшем мы будем наименовать ее так, как она названа при нашем знакомстве с ней. Тема «грандиозо». Педанты говорят, что это светлая, парящая тема, дьявольски хитро переодетый исходный мотив номер один. Довольно некомфортная мысль. Другие, и от этого тоже не по себе, считают ее христианским символом. Уж очень она похожа на старинное церковное песнопение «Крукс Фиделис». «Крукс Фиделис» Мы не будем настаивать на конкретной трактовке, но факт, что беспокойные и зловещие исходные мотивы после встречи с темой «грандиозо» меняются. Например, послушайте, каким хрупким и уязвимым становится мотив номер два. Но главное, в какую пленительную тему перерождается Мефистофельский третий. Так все три мотива в зоне темы «грандиозо» как будто утрачивают свой мрачный облик. Мефистофельский тракт Мефистофельский тракт в эту утопию? Вряд ли. Обратите внимание, как второй мотив мало-помалу возвращает себе свои первоначальные очертания, а мефистофельский третий проходит на фоне нисходящих интонаций со времен барокко, связанных с угрозой и смертью. Раздел завершается, обманывая наш слух. Мы ожидали устойчивости и покоя, но вместо этого получаем толчок в новую тональность и делаем шаг в новый раздел. Событие выходит на очередной виток и начинается разработка. Послушайте, как она свирепствует и три мотива чередуются в ней, переплетаясь, пока не приводит нас к чему-то абсолютно ужасному. Обезображенная грубой силой звучит тема грандиоза, та самая, которая в экспозиции представала как символ спасения. Катастрофа — это так глобально, что сама материя сонаты как бы расшатывается и распадается, звучит ломкий, похожий на оперный речитатив, над которым глумится в басу мотив номер три. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звучащий затем момент прозрения Трансцендентного перехода Мог бы завершать сонату И явиться ее развязкой Если бы не повтор Первого стучащего мотива С которого Начиналось все сочинение. Этот тихий стук напоминает нам, что на самом деле мы лишь вышли на еще один, уже третий круг событий. Исходные мотивы появляются здесь ровно в том же порядке, что в открывающих тактах всей работы. Из-за этого буквального повтора многие исследователи считают, что в этом месте начинается реприза. Однако главный признак репризы, повтор главной партии, все-таки ждет нас впереди. Тут звучит фугато, полифоническая микроформа, где несколько голосов звучат одновременно и независимо, не подчиняясь и не аккомпанируя друг другу. В этом фрагменте хорошо слышно, что в фугато нет мелодии аккомпанемента, главного и второстепенного. несколько линий движутся в единицу времени. КОНЕЦ После фугата мы достигаем репризы, звучит повтор главной партии. Она удивительно рутинно звучит, здесь буквально пересаженная из экспозиции. Мы говорили уже о том, что главная партия единственная в сонате, которая не претерпевает существенных изменений. Из-за этого на данном этапе развития формы возникает ощущение сильного несоответствия. Главная партия остается такой же, какой она была в начале истории, а мы как будто уже другие. Мы пережили разработку и завоевали тему Анданды. События как будто начинают проигрываться заново, но на этом круге главная партия с ее тревогой и нервом уже словно бы не представляет для нас опасности. В результате мощной кульминации со злобно допрашивающим третьим мотивом мы слышим проведение темы грандиоза, которая звучит в домашней, но мажорной тональности – Си мажоре. Субтитры создавал DimaTorzok И вот на этом третьем круге развития событий, после 25 минут невероятных американских горок, сил, наконец, хватает для победы. Нисходящая гамма из первого мотива, а затем элементы второго, предстают перед нами как бы сияющими, омытыми в слепящем мажоре. Музыка 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 Затем еще раз проходит паря в органном гудении аккордов тема грандиоза. Не пропустите выписанный такт тишины после нее. И, наконец, в последний раз звучит тема Анданте, та самая, что спасла нас в разработке. Здесь у нее пронзительный, отчетливо-прощальный колорит. Музыка 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 Так мы слышим, что в сущности, в этом месте, соната оканчивается. Но её загадка и парадокс, и магнит в звучащем за тем двухминутном эпилоге, который мы приведём целиком. Лист не был бы собой, если бы не написал его. Мы не будем никак комментировать то, что здесь происходит. Скажем лишь, что после нескольких кругов трансформации хорошо знакомые вам мотивы звучат здесь вновь. Сейчас обратите на них внимание. А слушая версию сонаты целиком, попробуйте сами решить для себя, чем же она кончается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это была Си минорная фортепианная соната Ференса Листа, полную концертную версию которой не забудьте посмотреть на нашем канале. В Конспирите у нас ещё очень много чудесной музыки для вас, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до свидания.